Всех приветствую, мои дорогие! Решила я перебрать все свои тени с донышками. И кому интересно, предлагаю сделать это вместе, приглашаю вас к просмотру. И начать я хочу с палетки для бровей. Это палетка от Catrice. Я ее забыла вам показать, когда показывала косметику, затертую до дыр. И решила сделать это в этом видео. Как вы видите, здесь два оттенка и в одном из оттенков донышко. Девочки, не обращайте внимания, это я снимала косметичку на неделю. И это не оттерлась помада от Physician Formula. Вот такой след оставила. Дальше хочу вам показать свою старушку, которая больше хранится просто для памяти. Это палетка от Vivienne Sabo. В свое время приобретала в Литуаль. И здесь вот такие оттенки. Я все оттенки у всех палеток показывать не буду. Но на некоторые мы посмотрим с вами. Приобретала эту палетку, когда еще практически не красилась. В тенях, в марках не разбиралась. Вот такие оттенки. Дальше вам покажу палетку от Литуаль. Сейчас я закрою только зеркало. Мы с вами посмотрим. Здесь я не буду показывать сводчи, потому что очень маленькие рефельчики. Набрать крайне сложно что-то. И как вы видите, донышки есть. Тоже больше, наверное, хранится как память. Хотя до сих пор можно сделать с помощью этой палетки макияж. И может как-нибудь я и буду какие-то оттенки брать в использовании. И это же касается другой палетки от Литуаль. Давайте тоже посмотрим. Вот так она выглядит. Давайте наберу пару оттенков. Мне главное ничего не задеть, потому что вокруг меня тени. Ложатся эти тени полупрозрачно. Ну, макияж также можно сделать. Давайте посмотрим. Вот такие оттенки. Девочки, буду не в каком-то порядке показывать, а все подряд, потому что теней много, и мне главное ничего не уронить. Дальше покажу вам палетку от Катрис. Она была представлена в основной коллекции. Ну, сейчас уже нет таких. Давайте тоже некоторые оттенки посмотрим. Ой, не оттерла я пальцы. Я вам буду некоторые показывать. Вот так выглядит. Теней у меня много. Если было бы меньше, то думаю, что палетки, в которых есть донышки, возможно, какие-то я уже смогла бы полностью использовать. Я этими палетками с донышками пользуюсь, даже если не показываю в косметичках. Ну, естественно, не всеми сразу. Какие-то чаще могу взять, какие-то редки же. Но такого, чтобы вот совсем они лежали, я ими не пользовалась. Такого нет. Я их все равно понемножечку, потихонечку использую. Дальше покажу вам палетку от Революшн. Она шла в подарок за покупку на определенную сумму. На самом сайте Революшн, насколько я помню. И на Бьюти Холм в свое время. Ну, может, еще где-то. Неплохая палетка. Здесь посередине это хайлайтер. Дальше покажу вам палетку от Революшн шоколадку. Это одна из первых моих шоколадок. К сожалению, здесь у меня сломалась крышечка. Поэтому, возможно, в следующем году я, ну, может, в Роджек Пен возьму. Как вы видите, здесь у меня неплохие результаты в ней. Сейчас девочке пальцы ототру. Мы с вами на некоторые оттенки посмотрим. Неплохая палетка. Ну, вы знаете, я тени люблю. Поэтому даже бывают те палетки, которые, ну, кому-то не нравятся. У меня все равно вызывает симпатию. Я считаю, с любыми тенями можно сделать макияж. Просто с какими-то, возможно, придется дольше повозиться. Больше времени затратить. А с какими-то раз-раз и макияж готов. Ну, опять-таки, у всех требования к макияжам разные. Вот такие сводчи. Стираю. Сейчас, девочки. Надеюсь, ролик получится не очень затянутым. Хотя теней много. Быстро, вы знаете, у меня не получается коротенькие ролики снимать. Поэтому, возможно, ролик затянутым получится. Дальше покажу вам. Так, думаю, с чего бы начать, чтобы как-то более складывать. Палетка от NYX. Здесь мне качество совсем не понравилось. Очень, знаете, такие пылящие, полупрозрачные оттенки. Вот так они вроде на сводчиках смотрятся красиво. Но, вы знаете, на веко переносятся вот как что-то такое невразумительное. Здесь зеркало еще есть. Вот так в сторону отодвигается. Ну, у меня палетка есть, конечно, я ей пользуюсь. Но, как-то вы знаете, в свое время у меня, ну, такое не очень о марке сложилось впечатление. По крайней мере, особо что-то от этой марки пробовать мне не хотелось. Эти палетки, по-моему, я со скидки 50% в свое время приобретала. Но, надо заметить, что, на мой взгляд, сейчас NYX тоже крайне-крайне небюджетен. Мне кажется, очень уж цена выросла. Ну, как бы марка и так была небюджетная, на мой взгляд. Ну, сейчас, мне кажется, цены прям еще больше взлетели. Дальше давайте посмотрим на палетку от Evelyn. Насколько я помню, в этой серии палетки представлены в трех вариантах. У меня два варианта из этих трех. Такие тени. Все оттенки не показываю, потому что вы уже у меня неоднократно эти тени видели. Как правило, у меня с донышками то, что, ну, не один год в использовании. Уже во многих косметичках, проектах побывало. Дальше мы с вами посмотрим на мою магнитную палетку. Вот так она выглядит. Как вы видите, здесь тоже донышки. Девочки, я уже не буду переворачивать, смотреть. Здесь, по-моему, от Essence у меня тени. И это все мне в свое время, в качестве комплиментов, приходило за заказы с сайта Beauty Home. Вот эти тестеры. Ну, вот это, это от Max Factor тени. Я просто их вынула и переместила в магнитную палеточку. Давайте посмотрим. Так, опять стираем. Я когда спешу, мне кажется, что я и стираю 5 часов все сводчи, поэтому торопишься и руку еще надо. У меня отдельно полотенце лежит, которым я стараюсь руку протереть после мицеллярки, чтобы сухой она была. И вот спешишь, и кажется, что прям очень много времени на это уходит. Дальше давайте посмотрим с вами на палетку Гош. Девочки, если что-то заляпано, я извиняюсь. Некоторые палетки, как бы я не протирала, они все равно выглядят заляпанными. А внутри, ну, бывает, пользуешься и вот не протрешь сразу. И вот такой вид. Тоже неплохая палетка. Ну, как, тени полупрозрачно ложатся на век. Мне кажется, это, знаете, более такая старая формула. Ну, опять-таки, макияж сделать можно. Просто бывает, до каких-то палеток реже доходят руки. Поэтому там особо результатов нет. Хотя вот так смотришь, красивая, думаешь, и эту надо взять в использовании, и ту, и другую. Дальше палетка кремовых пигментов от Essence. Я ее использую как базу. Но, опять-таки, использую не прям каждый день. Результаты у меня тут, как вы видите, весьма и весьма скромные. Но, вы знаете, аромат не поменялся. Никакого у меня от использования раздражения нет. Поэтому пока я с этой палеткой не прощаюсь. Я ее в свое время приобретала из корзины за 69 рублей. Мне было интересно попробовать, что же это такое. И хочу сказать, что на этих пигментах тени лучше раскрываются. Ну, цветные тени, они ярче. Больше как свой цвет, что ли, отдают. Более яркими смотрятся. Дальше покажу вам палетку, всем, наверное, известную от Wattenwild. Комфорт-зона. Ну, сейчас уже другой дизайн немножко, Wattenwild. Давайте тоже посмотрим на этот знаменитый оттеночек. Какие-то другие оттенки. Тоже хорошие тени. Единственное, у меня вот зачастую в подобных палетках со временем крышки ломаются, к сожалению. Так. Следующее, что мы с вами посмотрим, это будет палеточка от Sleek Original. Держу в коробке, потому что у меня здесь, к сожалению, тоже крышечка сломана. Давайте посмотрим. Вот так палетка выглядит. Иногда мне кажется, что если эту палетку тоже, ну, например, в следующем году в Project Pen взять, то, наверное, тоже можно полностью использовать за год. Как вы видите, ну, на мой взгляд, здесь неплохие тоже результаты. Мне кажется, это у Sleek также одна из первых моих палеточек. Ну, по крайней мере, давно у меня эти палетки. Это не то, что вот я, допустим, да, недавно приобрела, бац, и у меня сразу донышки появились. На самом деле и на сводче за год немало уходит. А если, например, я косметички уже года два или три показываю, все равно какая-то косметика часто в косметички попадает. Плюс, конечно же, пользуюсь чем-то более активно. И, соответственно, вот так потихонечку, потихонечку, особенно если неплотно спрессованная текстура, тени, например, пылят при переносе, конечно, расход больше. И, как правило, донышки вот так и появляются. Сначала ямочка и потом постепенно донышка. Ну, тут еще срабатывает, если я вижу ямки или донышки. Ой, меня прям как, вот знаете, рука вот не к новому быстрее потянется, а вот именно к такому затертому. Не знаю почему, я знаю, кто-то откладывает, кто-то не любит такой затертой косметикой пользоваться. Кому-то жалко полностью использовать, кто-то, может, просто на новое переключается, а я нет. Мне вот прям именно этим хочется пользоваться. Дальше, девочки, давайте покажу. Надо было с нее, конечно, начать, потому что по размеру большая. Это палетка от Pure или Pure, не знаю, как правильно. Не так давно я вам румяна из нее показывала. И, как вы видите, у меня здесь вот в глиттере донышко. Это я какой-то макияж на Новый год делала, вот так на щеке, как сердечко его украшало. Ой, подсохли, мне кажется, вот трогаю, как будто такие сыпучие. Неплохая палетка. Ну, меня, конечно, честно-то говоря, дизайн привлек в первую очередь. Вы знаете, как я на такой разный дизайн. Обращаю внимание, так что-то я уронила, надеюсь, не разбила. Почему, девочки, не люблю вот коллекции или что-то подобное снимать? У меня не так много места, которые я могу под съемку использовать. И вот всегда боюсь, даже пока я из комода, например, все достаю, выбираю. Бывает, что-то падает, и всегда боюсь разбить все. Сейчас я посмотрю, что я там уронила. И очень надеюсь, что ничего не разбилось. Так, вот такая, девочки, палеточка. Даже не знаю, куда бы ее положить. Наверное, я вот так положу. Я пока штатив ниже не опускаю, потому что у меня здесь тени, которые я еще не показала, лежат. И поэтому, чтобы лишнее в кадр раньше времени не лезло, я низко совсем не опускаю штатив. Так, даже не вижу, куда у меня... А, все, девочки, увидела. Я извиняюсь, сейчас я попробую поднять, чтобы не упала. И мы с вами будем дальше смотреть. На скрип прошу не обращать внимания, у меня достаточно скрипучий стул. Дальше мы с вами посмотрим на палеточку от Vivienne Sabor, которая у меня в косметичке. Вот так она выглядит. Давайте некоторые оттенки покажу. Хорошая палеточка. Мне нравится. Так. Дальше палетка от Sleek, которая изначально была без крышки. Вот на нее смотрю, знаете, тоже думаю, если, например, в Project взять на следующий год, может и получится полностью ее использовать. Так, девочки, вот так давайте наберу. Ну, это опять-таки, если рука будет тянуться. Естественно, как-то, если рука не будет тянуться, я себя не буду заставлять чем-то пользоваться. Так, давайте я сотру эти сводчи, и мы с вами будем дальше смотреть. Сейчас я приготовила ватные диски, пропитанные мицеллярной водой. Надеюсь, мне хватит того количества, что я приготовила. Так. Дальше покажу вам палеточку от Essence, которая тоже шла в подарок при покупке на определенную сумму. Вот так она выглядит. Давайте я тоже некоторые оттенки покажу. Красиво, когда их наслаиваешь. Так, в один слой, ну, не так они вот красиво ложат. Ну, давайте вот так посмотрим. Ну, и дизайн, конечно, такой милый. Так. И вот этот. Смотрите, как они красиво сияют, переливаются. Не знаю, почему этих палеток в продаже не было. Ну, чтобы, да, все, кто хотели, могли бы приобрести. Дальше покажу вам палетку от Laval. Или в свое время приобретала в улыбке радуги. Мне кажется, это такой некий закос под Too Faced. Вот так она выглядит. Тоже нехорошие оттенки. Мне кажется, когда я ее приобретала, они в двух или в трех вариантах были представлены. Так. Давайте посмотрим. Дальше мы с вами посмотрим на палетку от Double Seven. По-моему, так марка называется. Приобретала я в свое время в улыбке радуги. И здесь тени при наборе и переносе пылят, ложатся полупрозрачно. Ну, а дизайн у палетки, конечно, очень даже милый. Видите, они такие, как вот по текстуре. Так, девочки, сотру сводчи. И будем с вами дальше смотреть. Дальше покажу вам еще одну палеточку от Sleek. Вот так она выглядит. Ну, написано тестер. Но на самом деле это полноценные палетки. Продавались в свое время на Beauty Home в разделе для визажистов. Там по какой-то выгодной цене сразу две палеточки шли. Вот так выглядят. Давайте вот так разные оттенки посмотрим. Такие оттенки. Дальше покажу вам палетку от Catrice. Тоже в свое время она была в основной коллекции. Но потом вывели ее Catrice. Такие оттенки. Дальше посмотрим на палетку от Revolution. Чуть не забыла про нее из ящика. Сейчас достала. Она мне приходила в подарок. За какой-то заказ. И, как вы видите, вот здесь уже донышко. Такие оттенки. Так. Стираю сводчи. И мы с вами будем дальше смотреть. Надеюсь, что я все собрала. Ни про что не забыла. Бывает снимешь ролик, а потом вспоминаешь, что что-то не показала. Дальше палетка от Avon. Мне в свое время сестренка отдала. Вот так она выглядит. Девочки, я сейчас вспомнила, что я не приготовила еще одну однушку от Avon. Сейчас, если я дотянусь, я ее достану. Вот так в процессе съемки и вспоминаешь. Достала вот такая однушечка. Тоже мне сестренка в свое время отдала. Красивые здесь оттенки. И сейчас я понимаю, что я еще одну однушечку не приготовила. Сейчас ее тоже достанем. И это тоже однушка от Avon. Также мне сестренка в свое время отдавала. Вот так она выглядит. Немножко замыливается. Крышечка бывает отваливается. Вот как сейчас. И вот такой оттенок. Дальше покажу вам однушку от L'Oreal, которая у меня в Project Pen. Так она выглядит. Однушка от N'N'E'L, также из Project Pen. Однушка от Essence. Это мне в свое время в качестве комплимента приходило. Ютехову. Тоже такой красивый оттенок. Сейчас нет таких, девочки, поэтому я не показываю номер. Дальше покажу вам палетку от Faros. Это подарок от Светочки был. К сожалению, у меня тут крышечка сломалась. Тени красивые. Давайте я вам покажу информацию. В номере 03. Сама палеточка, к сожалению, развалилась у меня немножко. Так, так. Ну, тени красивые. Макияж красивый получается. Так. Давайте, девочки, я сотру очередную партию сводчей. И мы с вами будем дальше смотреть. Дальше покажу вам палетку от Bourjois. Вот так она выглядит. Палетка от Essence. Палетка от Essence. Некоторые оттеночки мы с вами посмотрим. Палетка от Laval. Мне кажется, они продавались в разных оттенках. Может, и до сих пор продаются. Здесь такие маленькие рефельшки. Не очень удобно набирать. Так, девочки, сотру, чтобы нам особо на всю руку не рисовать это все. Следующая палетка от Wattenwild. Вот этот оттенок, как-то он у меня крошился. И я в итоге его спрессовала. Ну, перепрессовала. Ну, его столько и было. Вот немножко. Просто как-то куски скалывались. Поэтому я его решила, чтобы ничего не откалывалось, перепрессовать. Перепрессовать. Палетка там была. Палетка не оттерла. Уже вся какая-то чумазая сижу. Такая красивая тоже палетка. Палетка. Дальше посмотрим. У меня такое ощущение, что с пальцев уже тени не хотят оттираться. Дальше палетка от DIVAGE. Здесь у меня вот в таком полукремовом оттенке донышко. Давайте его и посмотрим. Такая красота. Дальше покажу вам палетку от NYX. Единственное, там крошечные рефельчики. Я не уверена, что я смогу сводчин сделать. Тоже в свое время со скидкой 50% приобретала. Когда NYX еще не настолько дорого стоил, как сейчас. Ну, тоже как-то, знаете, мне показались средненькими по качеству. Видите, даже некоторые переносицы. Девочки, давайте сотру эти сводчи. Ой, прям в такую грязь все растирается. Сейчас я, надеюсь, ототру. Чтобы остальные сводчи тоже, ну, как-то нормально выглядели. Дальше покажу палетку от Sleek из Project Pen. Знаете, я тут один оттеночек наберу. Остальные уже видели не один раз. Следующая палеточка будет, давайте немножечко попробую подвинуть штатив. Вот этим сюда перевозим, чтобы больше места было. Дальше покажу вам палетку шоколадку от Revolution. Покажу название. Закрою я другой наклеечками. Вот такая палетка. Давайте некоторые оттеночки посмотрим. Девочки, не обращайте внимания, какие-то пальцы у меня уже очень чумазые. Вроде пытаюсь оттереть. Ну, что-то не очень, видимо, получается. Давайте я перенесу сейчас и подумаю, куда мне ее положить. Хочется, чтобы в кадр, ну, по возможности, побольше всего влезало. Но когда еще торопишься, как-то не получается. Это уже потом, когда смотришь, думаешь, вот сюда можно было положить, туда положить. Еще одна шоколадка от Revolution. Вот так выглядит. Давайте посмотрим. Я еще спешу, потому что, когда все дома, крайне мало времени на съемку. Чтобы никто не отвлекал. Сейчас, девочки, стираю сводча. И мы посмотрим на еще одну палетку от Revolution. Но это уже не шоколадка. Такая палетка в свое время весьма и весьма бюджетна на сайте Revolution. Ну, тогда он там бьюти назывался. Весьма бюджетно стоили. Здесь, единственное, узкие рефилы. Не каждой кисточкой удобно набирать. Помню, в разделе распродажа, мне кажется, даже за доллар можно было купить. А то, может, и за 50 центов. Были времена. Мне кажется, сейчас нет такой же линеечки. Ой, руку не вытерла насухо. Ну, и, конечно, цены сейчас на Revolution тоже, скажем так, не прям маленькие. Дальше покажу вам палетку от Essence. Я ее птички называю. Очень ее люблю, девочки. Это прям, наверное, моя гамма, одна из любимых моих гамм. Вот так она выглядит. Здесь на всю палетку тоже небольшой объем. По-моему, да, 7 грамм. Тени при наборе и переносе пылят, что, конечно, увеличивает расход. Ну, прям вот люблю эту палетку. Мне дизайн этот нравится. Многие этот дизайн детским считают. Ну, мне нравится. Для меня это что-то такое милое, оригинальное, привлекающее к себе внимание. Следующая палетка, ну, можно сказать, из этой серии. Но они все были в разное время. То есть, я помню, раньше, допустим, две палетки из этой серии Essence выводили. Две новые им как бы на смену приходили. Вот такая палеточка. Давайте посмотрим. Красивые оттенки. На самом деле, если вот на постоянной основе подобной палеткой пользоваться, то полностью ее закончить можно. Вот такая палетка. Мне нравятся и оттенки, и дизайн. Вот такая красота. Давайте я сотру сводчи. Осталось нам с вами посмотреть не очень много. Это, конечно, если я ни про что не забыла. Дальше палетка уже с не очень удобными расположенными рефилами. Я ее называю НЛО. Давайте покажу. Здесь просто, видите, узенькие рефильчики. И когда пытаешься какой-то оттенок набрать, то бывает задеваешь за другой оттенок. То есть не очень тут продуман внутри дизайн. Ой, я вся уже в тенях сижу. Дальше опять-таки, практически из этой линейки, просто в разное время были, палетка Русалочка. Ой, мне она прям очень кажется удачной по оттенкам. Оттенки такие нежные, красивые. Смотрите, какая красота. Так. Вот такие оттенки. Дальше покажу вам палетку от Essence. Мне кажется, даже за 100 рублей можно было в свое время на Beauty Home приобрести. Тоже, я помню, не всем она нравилась. Но мне палетка кажется очень даже удачной. И по оттенкам. Да и качество неплохое. Может, не вау какой-то эффект. Но в любом случае макияж сделать можно. Дальше палетка от Catrice. Это была рождественская лимитка. Вот так она выглядит. Тоже здесь на всю палетку Ой, плохо терл. На всю палетку небольшой объем приходится. Вот так она выглядит. Так. Давайте, девочки, я эти сводчи тоже сотру. Мы с вами будем дальше смотреть. Осталось немножечко. Это я говорю для тех, кто устал. Потому что, да, много мы с вами. Вот еще одна палетка из линеечки, которая мне так нравится. Эту палетку я собачки называю. Я название не показываю тех палеток, которые уже не выпускаются. Тоже хорошая. Ой, руку не вытерла. Сейчас будут опять сводчи размазанные. Смотрите, какая красота. Немножечко нам осталось. Палетка от Catrice из лимитированной коллекции. Ой, как же здесь крышка тяжело открывается. Смотрите, тоже какие тени. Забываю про эту палетку. Мне кажется, тоже ее уже можно было бы полностью использовать. Тени ложатся полупрозрачно. Палеточка эта у меня давно уже в использовании. Но она такая небольшая. И бывает, что я про нее просто забываю. Ну, либо всегда думаешь, ладно, сейчас я вот такую палетку возьму в использовании. А в следующий раз эту палетку возьму. А в следующий раз что-то еще. Палетка от Maybelline. Мне кажется, что эти палетки как-то появились. Очень быстро они куда-то из продажи исчезли. Хотя, на мой взгляд, достаточно удачная палеточка. Такие нежные оттенки. Ну, может, не какой-то вау-эффект, конечно. Но я думаю, не всем прям такой эффект нужен. На каждый день макияж вполне себе неплохой получается. Они, конечно, ложатся полупрозрачно. Ну, я думаю, не все прям сторонники каких-то ярких макияжей. Поэтому многим, я думаю, она бы понравилась. Палетка от Sleek. Мне кажется, что это из лимитированной коллекции. Я в свое время на Beauty Home заказывала. Вот такие здесь красивые оттенки. Смотрите, какая красота. Ну, и дизайн палетки, конечно, тоже, мне кажется, симпатичные. Если бы Sleek вот все палетки сделали с красивым каким-то разнообразным дизайном, а не просто черные такие, скучные упаковки. Мне кажется, может, они бы до сих пор бы радовали нас своей продукцией на стендах. Девочки, а кто знает, за границей Sleek продается или нет? Как-то у нас и из магазинов, и сайтов эта марка, насколько я заметила, пропала. И мне интересно, а вот за границей как обстоят дела с этой маркой. Палетка от Catrice из лимитированной коллекции. Тоже, наверное, если ее взять в использовании на каждый день, наверное, можно было бы уже использовать полностью. Хотя иногда жалко, когда вот палеточка полностью заканчивается, уходит из коллекции. Немножко жалко, потому что уже такой не будет. Так, и осталось совсем-совсем немножечко палетка от Faros, которую мне Светочка дарила. К сожалению, у меня тут немножко она разбилась, я вам говорила. Ну, посмотрите, какие здесь красивые оттенки. кстати, достаточно такая мягкая по текстуре, неплотно спрессованная палеточка, чем-то даже вот как полукремовые оттенки напоминает. Смотрите, какая красота. Так, и последняя палеточка, насколько я вижу, это у нас Catrice, лимитированная коллекция. давайте посмотрим с вами. Вот так она выглядит. Тоже неплохие тени, хотя помню, также были отрицательные отзывы на эту палеточку. Так, давайте посмотрим. Девочки, мне кажется, я вам все показала. Возможно, я про что-то забыла, бывает и такое. Ну, вот, по крайней мере, основную массу, скажем так, я вам показала. Давайте я немножко подвину штатив, чтобы можно было видеть весь этот масштаб бедствия, как говорится. Ну, я люблю свои тени, я рада, что у меня такая коллекция. Надеюсь, что вы не заскучали, что вам было интересно. Буду с вами на этом прощаться. Всем огромное спасибо за ваше внимание, за ваши добрые комментарии, вашу поддержку. Берегите себя и своих близких. И до новых встреч, до новых видео. Всем пока! субтитры создавал DimaTorzok